Привет зритель! Полезные советы и лайфхаки на одном канале. Дыньки уже давно вовсю красуются на прилавках, заманивая покупателей сладким ароматом. Сегодня их можно купить как на рынке, так и в супермаркете. Но в обоих местах главное понимать какую же выбрать. Рассказываем о том, какие сорта дыни нынче популярны, а также о тех главных особенностях, которые помогут выбрать спелую и сладкую. Колхозница. Внешне дыня этого сорта небольшая, круглая, а мякоть у нее светло-желтая. Вкус очень сладкий, нежный, душистый. Чем сильнее у этой дыни выделяется на ощупь сеточка на поверхности кожицы, тем дынька будет слаще. Не бойтесь ее трогать, ведь именно так вы сможете выбрать лучшую. Торпеда. Торпеда на вид дыня длинная, желтая, с сеточкой прожилок. Она довольно тяжелая на ощупь. Именно этот сорт считается самым сладким. Мякоть у нее белая, сочная, а аромат сильный. Чтобы выбрать сладкую дыньку, нужно обратить внимание на то, чтобы кожицы и полоски были желтыми, а не зелеными. Еще одна особенность хорошей дыни – сильный аромат. Не бойтесь понюхать ее прямо на базаре. Канталупа. Это темно-желтая или коричневая дыня чешуйчатая. Мякоть у нее ярко-оранжевая. Этот сорт не слишком сладкий, зато очень ароматный. Чтобы проверить дыню на спелость, нужно поскрести ногтем ее кожу. Если без труда появляется зеленая кожица, дыня спелая. Медовая дыня. У медовой дыни круглая форма. Кожица гладкая, желтая, а мякоть светлая. Прелесть этого сорта в том, что он не просто сладкий, но еще обладает интересным ванильно-фруктовым вкусом. Дозревшая дыня весит больше, чем можно предположить, исходя из ее размера. Выбирайте тяжеленькую, но небольшую. Зеленая или авокадная. Самая экзотическая дыня из нашего списка. У нее желто-коричневая кожура, а мякоть светло-зеленая. По вкусу она немного напоминает авокадо, отсюда и название. Спелая дыня этого сорта должна быть чуть мягкой при надавливании. У недозрелой дыни кожица зеленоватая, а не желто-коричневая. Кожура. Еще один маленький секрет того, как выбрать дыню, заключается в ее кожуре. Корка плода при небольшом надавливании должна пружинить, а если дынная кожура оказалась слишком мягкой и после нажатия остаются следы от пальцев, значит ягода переспелая и ей пора отправляться на помойку, а не в руки к покупателю. Теперь вы знаете, как выбрать самую спелую и вкусную дыньку любого из этих сортов. Наслаждайтесь ароматными и сладкими дынями, ведь летом нужно получать максимум витаминов. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.